Я сегодня хочу немножко отвлечься на нашу основную тему Пиркаевод. Сегодня реально последний урок перед Тешабав и коснусь событий, которые сейчас происходят вокруг нас и касается Тешабав. Есть Тешабав, она большая особенность, очень странная такая вещь. Тешабав называется Моед, буквально особый день. Праздник называется Моадым. Это учится из посука в Айхо, «Каралай Моед лишь борба хурай». Буквально вызвал меня за особое время поразить моих и моих юношей. И так это называется Моед. Моед называется Моед. Допустим, в Тешабав мы не говорим тахном. Хотя, конечно, к парадичному дню это не имеет, вроде бы, отношения. Кроме только одного маленького замечания, что действительно Тешабав с Божьей помощью превратится в величайший праздник. В величайший праздник, когда будет восстановлен храм, то все зло, которое наш народ пережил за все тысячи лет галута, он обратился в добро, обратился в свет. И это день, который был, в нем, можно сказать, корень зла этого дня, начиная с лазутчиков, которые привели к тому, что наш народ беспричинно оплакивал свой приход на святую землю, через разрешение храма и других человек, которые в воде не произошли. Это корень зла, который есть в этого дня, он обратился в есть добро. Кроме того, есть у этого дня особое, так сказать, отличие. Есть, ну, у Тешабав в разных поколениях было особое, так сказать, отличие в том, что даже, как это вроде бы дышало вот этот день сокрытия, божественное открытие в мире, действительно эстер по ним, но в этом сокрытии по ним есть также открытие. В чем это проявляется? Это просто простой пример. Одной из величайших трагедий нашего народа в изгнании, это было изгнание из Испании. Это название Геруш-Сефарад. Это была величайшая община, и община, которая дала нашему народу величайших святачей, и сефарадская община – это Рашба, Рамбан, Ритвы и многие-многие другие величайшие решены, которые жили в Испании, в территории Испании. Это было разрушение одной из величайших общин. И реально, я не думаю, что сефарадская община по-настоящему правилась с этого удара, по-настоящему правилась. Так что, были в Цфате у нас, наверное, вот, величайшие святачи нашего народа, который был родом, так сказать, из Испании, там, из Иосеев, Ария, Мамабит и так далее, то есть из ифарского изгнания, но того величия, которое было в Испании, я не думаю, что это когда-то расстроились. Интересно, это издание было в первую очередь на день Тешабав. Вот, с одной стороны, казалось бы, вот такой плохой дверной день, а с другой стороны, когда наш народ выходил с болью, с трагедией, выходил 9 авгу из Испании, они понимали, что это не просто какой-то придурь испанского монарха, тут появилась рука всевышняя в этом. То есть, даже в изгнании, даже в трагедиях нашего народа, которые происходят реально не по законам природы, это не умещается вообще ни в какие законы природы, и даже более того, даже если мы взяли на наши последние события, это катастрофы европейского еврейства в Европе, это не умещается ни в какие-то, сказать, категорически. То, как нацисты пытались убивать евреев до последнего дня, когда еще имели какой-то остаток власти, это совершенно, так сказать, вещь нерациональная. Нерациональная. Последнее, чем мы занимались перед тем, как бежать от союзников, это было убивать евреев. Последнее, до конца. Это все говорит об одной вещи, что даже в период самого тяжкого падения, даже когда действительно страшнейшее закрытие евреевского лица. Это все исходит, это все... И тут властвует не испанский король, не Сталин, не Гитлер. Есть наблюдение Всевышнего над нами, даже если это наблюдение происходит в форме закрытия лица. Это тот урок, это то, что наш нас всегда извлекал из Дня Девятого Абба, когда нас всегда подходила, одна из мировых войн, я сейчас помню, одна из мировых войн, я сейчас не помню какая уже это, ну и многое, многое еще. Я хочу коснуться одной актуальной темы. Мы сейчас еще не в Тешабаб. У нас есть слова, такое понятие «бена митцари». Митцар – это буквально ограды. Есть в этом стих книги Эйха, называется книга «Кинот», русский называется «Плач Еремею». «Колар тфе и сегуа бена митцари». Все преследователи достигли их именно в этот период. Как символично, поэтому, то, что вчера «бена митцари» израильское правительство, в кавычках «еврейское», приняло решение об организации «бена ищи вод», а тот не будет организоваться в тюрьму. Вчера. Вчера. Как это, так сказать, подобает для «бена митцари», как это подобает исполнению слов пророка, что «раздушитель этого и выгоду из твоей среды». Как это парадоксально, что вот именно то самое правительство, которое, о чем не спорят с этим вот, с палестинцами, признают ли палестинцы нас как еврейское государство или просто как государство? А в чем это государство еврейское? В чем? В чем она еврейская? Если тысячи модельцов Торы умоляют, те, кто принесли Тору в нашем поколении предыдущих, величайшие светочи нашего народа умоляют, не трогайте изучающих Тору. Не трогайте изучающих Тору. Какие-то неучи, которые сидят в правительстве. Именно до лампочки до этого. Этот голос, вот Шафтур услышал Бен Гурион в свое время. Если не было вопроса давления, это совершенно не относится. Не услышит. Не слышит. Одерживая бредовая идея, как называется, это раменство, раскресение обязанностей. Это совершенно бредовая. Как нет людей, которые больше несут бремя нашего народа, как люди занимаются Торой. Я представляю всю свою жизнь, когда все остальные живут в турпоездках, в развлечениях, в Фейсбуке и так далее. И всегда есть, так сказать, дежурное, дежурное выражение, так сказать, такое волшебное слово, называется Шавьен Бен Эттт. Такое дежурное выражение, где объясняется все. Я хорошо знаю, как учатся студенты, полвремя живут в кафе и так далее, как учатся мысли о вешивах, я хорошо знаю, хорошо знаю, как учатся в Рехим, несут в себе бремя нашего народа десятки-десятки лет, и делают это с огромной тяжестью, с трудом, учатся, преподая Тору, не ради зарплаты, не для получения высоких ставок, не для важных должностей, с шоферами и так далее, а ради традиции нашего народа, и ради своей воли Творца. как нелегко живут семьи и шиботников, чтобы действительно был очаг Торы в нашем народе, зашел дальше, это называется, как это у них называется, паразиты и бездельники. И это хорошо знаю. И нам надо просто понять, надо понять, что здесь происходит. Я уже в этом здесь не раз говорил, что реально наши мудрецы, поколения, основания этого государства оспаривали точку зрения, что это начало освобождения, а считали, что это государство, это система еще большего прорабощения нашего народа, прорабощения самого худшего, собственными же братьями. Вот если нас прорабощали, допустим, сейчас где-то не евреи, мы как-то могли устраивать протест в ООН, а тут как-то свои, да свои можно, это даже не смешно, не смешно. И наши мудрецы, сейчас Хазаныш, Равис Бриско, Равис Гзеб Соловейчик, считали, что мы сейчас приходим в период еще самого тяжелого изгнания, и мы сейчас видим, как вот это наше современное правительство, даже не думая об этом, конечно, приняло решение, приняло решение доказать всем, что они были правы. «Хахам Адив Минавим», мы не раз говорим, мудрецы, они вещи многие больше, чем пророки. но по большому счету, есть вот еще один аспект, аспект, который, надо понять, что происходит. и я сейчас коснусь тут двух сторон. Один, то, что происходит вне мира Торы, вне мира Торы, то, конечно, мы-то знаем лучше других, до какого, в каком состоянии тяжелейшего падения находится наш народ. это, это вещь, нам надо болеть ее. Понимаете, нам надо уметь, с одной стороны, видеть падение наших братьев, заблудших братьев вокруг нас, а того, что их не ненавидеть, а наоборот, как им помочь. Потому что, это падение, оно очень большое. Очень большое. То есть, касается во всех сферах, касается во Святой Земле, касается во всему миру, это трагедия смешанных браков, это ассимиляции, крещения, то есть, то есть, ну, пример. Сегодня ко мне пришел один аврех из России, с вопросом. То есть, когда у него есть знакомая, когда крестилась, еще с детства, вот как ее оттуда вытащить? То есть, проблема, она православная, плюс у нее есть две тети монахини, как ей помочь? Это трагедия нашего народа. Трагедия. Большая трагедия. И, нам надо немножко рассказывать во время, это мать Тешабава, это время, когда есть время, подумать о новых вещах. Есть такой тонкий вопрос, есть ли обязанность заниматься торой в Тешабаву, но просто она ограничена тем, что можно учить, и вообще нет такой обязанности. Можно учить какие-то вещи. Ну, я бы сказал так, человек, который действительно задумается о трагедиях нашего народа, о том, что, до чего мы дошли после рушения храма, до чего мы опустились, и будет болеть за, болеть за, действительно, за падение Израиля, то это и настоящий Тешабава. Но болеть не как депрессию, имею в виду. Человек может упасть в депрессию тоже. Это действительно непросто. Просто придумал один пример. Одной из трагедий тех, кто пережили катастрофу в Европе и выжили, это была депрессия после катастрофы. Умирали тысячи людей от депрессии. Как я иногда слышал это, вот, видел это в книге о том, великом человеке, который пережил катастрофу, который там тоже чуть не умер от депрессии. Это было от Мур из Клайзенболга. Он взял там всю семью, и там пишут, что было самое больное, что после катастрофы приходили от отшедшие от Тора евреи и уговаривали, все кто спаслись, идти в Кимусы, бросить Тора, бросить исполнение. Это было самое тяжелое. Самое тяжелое. Есть обычай, это обычай, ну, реально есть у всех общин, что как-то после полудня в Тишабаав некоторые признаки, обычаи траура, они как-то смягчаются. Смягчаются. То есть не то, что положено по закону, а то, что положено по закону, нельзя разрешить. Но те обычаи, которые наш народ устрашивал для себя в Тишабаав, то есть обычаи, которые после полудня они прекращаются. Нужно сидеть, как скорбящие на полу. Более того, вывешивают занавес на роднокодыш, то есть все молитвы Мариев и Шахрид, не говорят, не говорят, не говорят, чтобы прими наши молитвы, так как есть как бы железный занавес, возирающий между нами Всевышнему, Минхена, да, говорят. До Минхена зажигают свечи в месте, где молится Хазан, до Минхена зажигают. Есть какой-то такой подъем, душевный подъем к концу Тишабаав. Одевают филин, одевают филин, одевают филин, именно Кминхен. После обеда, не после обеда, а после обеда, после полудня, после полудня филин одевают утро, конечно, одевают талис. То есть, есть тут, ну, это вещь очень странная, потому что вроде бы и сам храм был подожжен именно после обеда. Самое очень странное это. Я скажу только одну вещь просто, вот в этом можно много говорить, я сейчас не берусь эту тему исчерпать, а то, что касается нас, нам надо увидеть в этом корне зла, в этом корне зла, в этой катастрофе, в этой, много еще этой боли нашего изгнания, увидеть, что все не просто так. И все не просто так. Помню, как-то я был у арабистка Сильбера, нефтешабрав. Задал вот такой вопрос, такой, казалось бы, вопрос со стороны. Приводит это Рабейн Йойна в книге Шайчева, что одним из обязанностей Бальчева исповедоваться не в своих грехах, но в грехах своих отцов. Я спросил Рабейн Йойна, что такое. Почему? Зачем? Я сейчас не помню точно, что он мне сказал. Важна только одна вещь. Это то, что он сказал, что надо же знать, что у наших трагедий, у наших разрушений есть свой источник. Надо же помнить, что наши предки служили и делали при первом храме. Понимаете, есть у катастрофы, у трагедий, есть две стороны. Внешне, вот, вроде бы, и страдают. А на самом деле есть источник этого страдания. Я приду просто один пример. И мы это знаем, Архабец Хаим. Архабец Хаим был человек, который был... Мы знаем, что у него была рука койдыша. Была тяжелейшая трагедия. 150 лет, 170 лет было в России. Называлось призыв кантонистам в армию. Эта трагедия очень многосторонняя. То есть царское правительство не просто забирало детей в 12 лет. Она сделала это очень, так сказать, красиво. Это была обязанность еврейской общины представить их детей. И еврейские общины часто не управлялись раввинами и праведниками. И богатые подкупали кого-то, чтобы отдать без себя детей бедных вдов и так далее. Это было, я бы сказал так, величайшего уровня издевательства нашему народу, как это все происходило. Культурным это не было издевательством. Это не было культурным. Это было, это было, я бы сказал так, в двух словах называется Маосе Сатан. Это поступок сатаны. Поступок сатаны. Беднейшие дети. Равицик Зильбер в своей книге приводит рассказы одного из кантонистов, как прадед Равицик Зильбера его душевно спас, когда он ребенком был забран от мамы. По-моему, просто умерла от ужаса этого. Это было семь или восемь лет. Ну, а вот дети то, что с ним? Так и говоря, мы знаем, что с ним. Те кантонисты, которые сумели вынести всю эту трагедию, я знаю, с многими их, так сказать, потомками, мы хорошо знаем Равлейба, Саврасова, потомок кантонистов. Мы знаем Пикеревич из Скалившицы, и еще, не только русский, допустим, есть достойный еврей в нашем кодоле, Равбекер, но тоже потомков кантонистов. Это очень интересно. Но есть, может, корни это, откуда все это взялось. Так говорит Хавицхаем интереснейшую вещь, что души кантонистов это были души евреев, которые поклонялись идолам в первом храме. Для того, чтобы исправить свой тяжелейший грех, его поклонство, должны были пройти через это горнило, горнило испытания веры исправить это. Знаете, есть об этом очень известная, так сказать, притча. Притча. Приходит человек в новую синагогу и наблюдает, как габа и ответственность за старость, скажем так, синагоги, вызывает радикторию. Одного он вызвал почему-то оттуда, другого оттуда. Думает про себя, ну как-то непонятно, лучше бы первую скамейку, вторую скамейку, третью скамейку. Чем тут такой беспорядок? Спрашивают там Гавайи, почему ты не сделаешь всего порядочку, хорошо, так сказать. Потому что ты тут доходишься одну субботу. На самом деле, тут есть, есть люди, вы знаете, прошлую, такая причина, другая причина. Ты не можешь, видя только срез одной субботы, понять, что здесь происходит. Мы живем в мире в этом небольшой срез, в том, что мы видим в нашей жизни. Мы даже не знаем, не знаем, кто мы сами. Ведь каждая сегодня душа, это все души, которые были перевоплощены. И каждый не знает, даже историю собственного душа, он не знает. То есть, мы можем вещи какие-то даты знать. Мы знаем наши грехи, которые имеют особую, так сказать, тенденциозность к ним. Это так просто есть принято, от Вильямского вагона, то, что мы согрешили в предыдущих наших перевоплощениях, то, что пришли исправить. Но в деталях, что и где, мы ничего не знаем. Мы видим, мы видим срез, срез, очень тонкий срез, не широкий, божественное направление этим миром. В этом срезе, много чего непонятного. Но, если бы мы видели, все развитие событий, каждого человека, в смысле его источника, откуда он пришел, к кем было предыдущим перевоплощение, что он должен исправить, какой корень его души. Картина была бы другая. Мы эту картину просто не видим. Понимаете, есть в кинот. Понимаете, кино – это страшная книга. И, конечно, надо научиться ее читать, как надо, как надо. В смысле, как надо. Не просто бубнить непонятный текст, я имею в виду. А постараться, может быть, даже читать меньше по количеству, но в них на то, что говорится, и чтобы это было с душой и сердцем. Поэтому нам, с одной стороны, надо блять и плакать о трагедиях нашего народа, а, с другой стороны, знать, что есть дыр, есть дыр, есть дырян, есть праведный судья, есть причины в нашем народе этих страданий, есть причина, и что все трагедии нашего народа – это искупление этих страданий, и через эти страдания и искупление – это то, как наш народ выдерживает эти испытания, и остается прочим, как скала в вере, в вере, то в этом раскрывается, действительно, замысел Творца, раскрывается величие нашего народа, которые даже под, как пишет Абитса Зинберг в своей книге, что, если бы спустили ангела в советскую Россию, и бы ничего не осталось. Вот евреи остались. Так что, более того, спустить ангела на всю еврейскую историю, и тоже ничего не осталось бы. не только в России. Просто в России там, так сказать, свои, свои сгущения красок, которые поразительные совершенно. Давайте просто, хочу просто вернуться. Мы коснули сегодня, то есть, проблемы, трагедии, то, что происходит сегодня на развитой земле. Мы не раз уже говорили об этом. Основная трагедия, она находится не у нас. Основная трагедия находится у людей, которые настолько отошли от Торы, что я имею в виду сейчас частности людей, которые носят кипу. которые хотят собственными руками разрушить Ишевод. Ну, называется, как можно было докатиться до этого? Это требует, надо вникнуть, это непросто. Это докатиться до этого. Но эта вещь самая не новая. То, что евреи участвовали в разрушении Ишевод, это вещь очень старая. Это было в Германии, когда она там расцвела реформу. Это было... Ну, кто был инициатором закрытия Волжинской Ишевы? Это не было именно русские. Нет, это не было... То есть они, конечно, участвовали в этом русске, это была русская жандармерия, это не... Но это была инициатива так называемых, в кавычках, просвещенных евреев. Но они хорошо знали, что они делали. Потому что оплот света Тора находится в Ишеве. И в Ишеве только в Ишеве. Там находится оплот света Торы. И для того, чтобы этот оплот света Торы... И пока он есть, то Тора придется дальше. А если этот оплот и оплот Торы выкорчивать, то дальше шеми 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 шмор веется. О! Есть трагедия, тех, кто находится вне миниатуры. И, конечно, тут в этой ситуации очень трудно всех любить. любить. Любиться просто почему? Люди, говорят, что надо всех любить. И всех надо по-хорошему, мирно. Я бы хотел на них посмотреть, если бы кто-то пришел. Опять же, евреи. Евреи. Просто разрушить его дом. Он тоже его очень любил в этот момент. Я бы хотел на него посмотреть. Всех этих вот миротворцов и любителей и говорят про любовь к еврейскому народу. Если бы какие-то бандиты пришли бы его разрушать его дом, забрать его детей, он промолчал бы. Ого! Я не говорю, что надо молчать. Я говорю, что надо. Он просто понимал, что он нам и понял, что здесь происходит. Банда, отошедших от еврейства людей пришла разрушить наш дом во всех отношениях. Радрушить Ишивы, оставить наших детей голодными, лишить бюджетов наше учебное заведение. И желание нас улучшить. Эти крокодины слезы как-то на нас улучшили с нами еще от Николая Первого. Тоже пытался гантонистов приобщить к русской культуре, когда весь народ был полностью безграмотным. Так идут. Они хотят нас улучшить, чтобы улучшить воспитание коллег собственных школ полным наркотиков, полным насилия, разврата и т.д. и т.п. Я думаю, что люди, которые меня слушают, знают лучше, чем я. С одной стороны, конечно, всех любить, когда человек приходит и разрушит свой дом, это очень трудно. Я даже не знаю, надо ли. Надо ли. Вот. Поэтому люди, которые говорят, что как-то на всех любить, я просто думаю, что они, сейчас для них то, что происходит, это не их дом. Это дом у кого-то другого. А когда вот разрушают дом у кого-то другого, то человек может говорить про терпение, но как-то все-таки, ты все-таки его люби, и почему так сильно его ударил, может, по-хорошему. Это хорошо, когда приходят бандиты не в твой дом. А он говорит, в твой дом, то так уже он не говорил бы. Пришел бы дом, дом к его сыну тоже так не говорил бы. Я просто имею в виду, что какие-то люди, у меня была критика, потому что печатали в Брат Ицхак резкие статьи, мол, опять же, это опять же, вот как-то мы, зачем, лишние ссоры, лишние, так сказать, эзитические претензии друг к другу. Я знаю одно. Люди так говорят, я почти не сомневаюсь, они не ощущают, что пришли грабить их дом. И они ощущают. С другой стороны, конечно, нам надо много молиться за наших заблудших братьев. Видимо, они заблудшие, кроме отдельных особенных негодяев, которые этим руководят и пытаются что-то сделать. Большинство, то, что называется, плененные дети, на короче нежбу. И нам нужно дать сделать, это тоже по-растейшему, заниматься распространением Тора максимально, всеми силами. Но я хочу коснуться еще немножко другого, что касается нас самих. Нас самих. нам надо понимать и знать, что все, что происходит, все, что происходит, это не просто чья, чья-то злая воля. Есть в мире Всевышний, есть правление Всевышнего. Нет тут чьей-то просто злой воли. Есть Всевышний мир, исправление. Знаете, Рапшемерский рассказал, что не знает, почему нам пришло так, это происходящее. Не знает, в чем причина этого. Но надо подумать, какие могут быть возможные причины. Возможные причины, какие могут быть. И постараться искать их из себя и жить. И опять же, я точно не претендую, что знаю больше Рапштейма совершенно точно. Я просто даю одну вещь, что когда гойшкает, то есть зло, которое есть вне нашего мира, оно проникает к нам внутрь, когда мы сами не ценим наши занятия Торой, мы не ценим наше обособление от жизни окружающего мира, а пытаемся, называется, играть сразу на двух свадьбах. Я учу Тору заодно, я еще живу, как все остальные, вроде бы ничего, как будто бы явно не нарушая, скажем так. Так жить нельзя. Так это не работает. Не работает. Нельзя играть на двух свадьбах. Об этом сказали два слова. Не радуйся, Исраиль на веселье других народов. Вместе это не идет. Я просто думаю про себя, что для нас все эти события, они очень принципиальны, чтобы раздвительно углубить в себе истинную веру, истинную богобязненность и по-настоящему по-настоящему увидеть важность и ценность Торы. Действительно, вберем на себя бремя изучения и исполнения Торы еще лучше. Это наше основное бремя. И тут мы должны взять на себя это бремя, так что, действительно, это бремя мы вберем на себя. Оно помогло не только нам, оно также спасло наших заблудших братьев. Двух аспекта. Первое. На нас есть по-настоящему бремя Торы. То свет Торы, который спускается в мир, он светит всем. Кому больше, кому меньше. И второе. Как мы живем все-таки в состоянии, как нас со всех сторон хотят нас уничтожить. То, что мы, у нас есть, мы называемся стражами города. Как раз нам и дашь эйха. У нас есть бремя быть настоящими стражами города. И действительно, это наши обязанности, как людей, которые несут Тору, себе, детям, окружающим, всему миру. Чтобы это, это наши обязанности выполняли полноценное и хорошо. И дай Бог, что Божьей помощью мы все действительно обрели истинное понимание, что с нами происходит. и сумели извлечь из этих святых дней или святых дней или святых дней нам и царим. И вот, это очень святой день. Тот урок, урок, это надо извлечь, и действительно, чтобы все наши дни прошли на пользу и вообще обратились всему нашему народу с Божьей помощью вскоре праздников и величайшего веселья. в следующем выпуске. Продолжение следует...